Редактор субтитров А.Семкин Корректор 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 А.Егорова для повышения стоимости каждой монеты чтобы выполнить обязательства перед инвесторами то есть если организаторы продают упомянутые 3 миллиона монет они смогут получить на них деньги но обесценят те 7 миллионов токенов которые уже проданы инвесторам чтобы цена этих токенов не понижалась и инвесторы получили свой доход а не убытки от обесценивания валют организация организаторы не продают лишние монеты а именно уничтожают их как происходит сжигание монет на рынке криптовалют на сегодня существует несколько методов сжигания криптомонет 1 это сжигание в кошельках создается определенный адрес и на него отправляется сумма которую необходимо уничтожить приватных ключей для доступа к этому кошельку не существует и в кошелек никто зайти воспользоваться монетами не может адрес обычно публикуется открыто поэтому любой желающий может отследить совершение транзакции на него и проверить действительно ли монеты были сожжены второе это комиссионное сжигание обычно комиссии за транзакции отправляется в награду майнерам но есть ряд валют в которых его комиссии уничтожаются эта система используется в том числе для сжигания монет создается транзакция на небольшую сумму отправляется на реальный адрес огни выставляется комиссия размере сжигаемая сумма отправляемая монета остаются в системе комиссионные уничтожаются. Следующий пункт это сжигание с помощью специального программного обеспечения. Существуют программы, специально разработанные для сжигания криптомонет. Алгоритм их функционирования может различаться, но общий принцип один. Они изымают заданное количество монет и переправляют их в никуда. И последнее это сжигание с помощью изменения блокчейна. Косвенный метод сжигания, предполагающий создание хардфорка. В код криптовалюты вносится критическое изменение, которое не позволяет ей функционировать в прежнем блокчейне. Создается по сути новая криптовалюта с тем количеством монет, которое решено оставить в работе. А исходный вариант перестает функционировать вместе с теми монетами, которые планировалось сжечь. Какие криптовалюты практикуют сжигание монет? Binance, Tron и другие. Один из самых известных сжигателей биржа Binance, которая регулярно уничтожает Binance Coin. Перед выходом на ICO разработчики выпустили 20 миллионов монет и обозначили в whitepaper, что в дальнейшем планируется ежеквартнальное их сжигание, пока не будет уничтожена половина монет. Пока что обещание выполняется. Binance Coin практикует сжигание методом перевода денег на недоступный для использования адрес. Этот же метод сжигания использовали разработчики Tron. А то, что монеты планируется уничтожать для повышения стоимости, было заявлено практически изначально. Потом долгое время шаги в этом направлении не предпринимались, но недавно, в конце июня, сжигание состоялось. Причем с размахом. На неиспользуемый адрес был приведен 1 миллиард монет Tron. Комиссионное сжигание среди популярных криптовалют практикует также Ripple. С самого начала в криптовалюты был заложен алгоритм, согласно которому при каждой транзакции уничтожается комиссия в размере 0,501 Ripple. Это очень небольшая сумма, поэтому последствия вряд ли будут заметны в ближайшие год-два. Но в дальнейшей перспективе ценность каждой монеты Ripple, благодаря планомерному сжиганию, будет заметно повышаться. Идею сжигания монет ради повышения их стоимости поддержал майнинговый гигант Pull&Pull, принявшись сжигать Bitcoin Cash. 12% от суммы транзакционных комиссий, получаемых в качестве награды за майнинг, Pull в апреле этого года начал отправлять на неиспользуемый адрес. Это делалось для того, чтобы привлечь внимание общественности к хардфорку Bitcoin Cash и повысить интерес инвесторов к этой криптовалюте. С целью привлечь внимание криптосообщества и интерес инвесторов, сжигание монет активно практикуют малоизвестные криптовалюты. Среди них Syncfab, Elastos, DigiPulse, ManEasy, Opcoin, Arbitrage CT, MyToken, Fidelium и многие другие. Какую выгоду от сжигания монет получают разработчики. Изгибая монеты, разработчики и майнеры выкупают их за собственные деньги, либо так или иначе жертвуют частью дохода. Но они по-прежнему остаются держателями сжигаемой криптовалюты и выкупая ее с рынка делают своеобразное долгосрочное вложение. Расчет здесь идет на то, что сейчас придется частью дохода пожертвовать, но за счет сжигания курс повысится. Следовательно, в будущем монеты будут стоить больше и доходы от них возрастут. Кроме личной выгоды, многие руководствуются также соображениями о процветании самой криптовалюты, хотя в данном случае эти понятия тесно взаимосвязаны. Зажигание можно сравнить с выкупом акций на традиционном рынке. Компании-акционеры выкупают собственные акции с целью укрепления их количества на рынке и, соответственно, укрепления каждой отдельной акции. Укрепление заключается либо в повышении стоимости, либо в препятствии обесцениванию, начавшемуся по той или иной причине. Также таким образом укрепляются позиции самих акционеров. В криптоиндустрии этот принцип используют для многих вообще криптовалютных платформ, где токены являются аналогами акций. Это биржи, кошельки и другие ресурсы, являющиеся элементами криптоинфраструктуры. Сюда можно отнести упомянутую выше биржу Binance. Не скрывает намерение методом сжигания монет укрепить позиции руководства и платформа экономии. Кроме того, сжигание монет обычно улучшает имидж криптокомпании. В случае ICO оно заметно повышает уровень доверия к разработчикам и криптовалюте, тем самым нередко способствует укреплению на рынке сразу после ICO. Так произошло, к примеру, с Neblio, курс который вырос, по мнению многих экспертов, в том числе благодаря уничтожению непроданных токенов. Какую выгоду от сжигания монет могут получить инвесторы? Ситуация с Neblio принесла выгоду в первую очередь не разработчикам, а инвесторам. В долгосрочной перспективе от роста курса вероятнее всего выиграли и разработчики, но на момент сжигания они действовали скорее себе в убыток. При сжигании непроданных монет после ICO, если валюта хоть сколь не будет перспективна, почти всегда возникает похожая ситуация. Инвесторы выигрывают и в кратросрочной и в долгосрочной перспективе, а разработчики только в долгосрочной. Поэтому ICO, после которых планируется сжечь непроданные токены, пользуются у инвесторов большей популярностью. Конечно, нельзя утверждать, что сжигание монет гарантированно повысит или стабилизирует курс криптовалюты. Если валюта не востребована, она таки останется невостребованной, независимо от того, станет монет на 1 миллион меньше или не станет. Чтобы рыночные позиции после сжигания изменились в положительную сторону, необходимо, чтобы после сжигания монет спрос все-таки превысил предложение. Иногда сжигание не может противостоять другим рыночным факторам, например, если на валюту или крипторынок в целом влияет сильное негативное обстоятельство. Сжигание монет вряд ли заметно улучшит ситуацию. Но если исключить наложение негативных факторов и отсутствие спроса, то сжигание монет на самом деле обычно повышает привлекательность валюты и заставляет инвесторов обратить на нее внимание. Кроме провоцирования дефицита и повышения стоимости каждой отдельной монеты, сжигание свидетельствует о том, что разработчики, во-первых, уделяют внимание своему продукту, во-вторых, верят в него и в то, что в долгосрочной перспективе курс валюты вырастет. Для многих инвесторов вера создателей в валюту является определяющим аргументом в ее пользу. В общем, думаю, пока что информация, надеюсь, что зашла, вам это стало более-менее понятно. Если вам действительно это понятно и вы после этого стали разбираться больше или помог вам этот подкаст, ставьте обязательно лайк, подписывайтесь на канал RedlineTV и для тех, кто играет в квест 4274, сегодняшний пароль, получайте свои азовкоины. Кстати, скажу, что сейчас можно уже смотреть нас на инстаграме. В инстаграме есть свое телевидение. Конечно, оно немножко урезано и мы не даем те же ролики, что на основных видео-хостингах, но, тем не менее, там за просмотр ролика вы получаете 10 азовкоинов. Ну и не забывайте слушать радио «Азовская столица» и «Мерсовская радио». Вот. Все. Всем пока. Услышимся. Увидимся в эфире подкастах. Субтитры создавал DimaTorzok